Давай я не могу, давайте полтретия. После массажа запишите меня на маникюр. Что значит нет времени? Вы думаете, меня это волнует? Вешка, так вы придумайте что-нибудь. Принесите кого-нибудь на другое время, смотрите, в конце концов. Мне что, вас нужно учить? Ладно, всё, мне некогда. Как сами всё решите, мне призваните. Всего доброго, до свидания. Боня, Боня. Привет. 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 Тише. Ты так Боньку раздаешь. Ну и что ты со мной делаешь, когда ты рядом? Я просто голову теряю. Лёшенька, здесь круглым люди. Так и быть, иди работай. Твоя голова ещё пригодится отцу. А с остальными частями тела мы вечером разберёмся. Серёж, при такой кредитной ставке мы протянем, в лучшем случае, пару месяцев. Максимум. Серёж, опять? Слушай, ну давай я скорую увозу. Сергей Николаевич, к вам Валерия Сергеевна. Привет, Сомашка. Привет, пап. Давай так. В офисе до поры до времени не паникуем, а я что-нибудь обязательно придумаю. Серёж. Как дела, дочь? Как дела? Ты что спрашиваешь? Пап, мне денег не было два месяца. Я вообще как к Нищенко хожу. Лерусь, ты в месяц тратишь почти половину всего зарплатного фонда компании. Тебе бы в бизнес въезжать, а ты всё по ресторанам-то по салонам ходишь. Ты ж пойми, я... Я не вечный. Кабинет он тебе отдельный сделал. Проект хороший дал. Ничего тебе не надо. Только не нужно сейчас меня воспитывать, ладно? Поздно уже. Так всю жизнь было. Лера, сделай это, сделай то. Лера, нужно поехать за границу, поступить на экономический. Лера едет и поступает. А может, я другого хотела? А чего ж ты хотела, доченька? Жизнь свою просто так прожигать. Так в этом ты мастерица, как я погляжу. Я бы ещё понял, если б ты замуж вышла, внуков не родила, так я этого ж нет. Вот только не нужно, папочка, нам не отыгрываться из-за своих проблем. Своих. Ушибаешься. Случись чего, тебе ведь тусоваться не на что будет. Как себя чувствуешь? Страшно, что вы снимете повязку, а ничего не изменится. Как процентов я вам не гарантирую? Всё нормально? Я сегодня с папой поссорилась. Наговорила ему всяких гадостей. А он взял мне и положил деньги на карту. А из-за чего поссорились? Ты что, ему рассказала про наши отношения? Да нет, конечно. Ладно, не важно. Мне всё равно непонятно, почему ты до сих пор не рассказала ему о наших отношениях. Лёш, ну что ты пристал с этим? Ты видишь, что сейчас не время? Да как раз наоборот, сейчас самое время. Если ты ему расскажешь про нас, он хоть какое-то внимание на меня обратит. У меня есть миллион идей, как спасти бизнес. Да ладно миллион идей, если уж папа ничего придумать не может. Ладно, Лёшка, не дуйся. Обещаю, с папой я поговорю. Хорошо? Привет, это Лера. Ты не знаешь, где папа? Не могу дозвониться. Может, опять на совещании? Что? Папочка, прости меня, пожалуйста. Папа, я тебя вчера нагрубила, я была не права. Я вообще у тебя не путёвая. Папа, я всё сделаю, вот увидишь. Завтра же я выйду на работу. Папа, ты только живи. Ну что ты, маленькая? Ты здесь ни при чём, это из-за... Ты из-за компании. И вообще-то я у тебя должен прощения просить. Как ни старался, так маму тебе заменять не смогу. Ну-ка, позвольте. Да, конечно. Пожалуйста. Доктор, если нужно будет купить какие-то лекарства, вы скажите, я всё сделаю. У вашего отца есть всё необходимое для лечения. Если что понадобится, я обращусь. Но самое главное, вы должны понимать, что сейчас всё зависит именно от него. И он должен поспать. Идёмся. Что это? Быстро, бригада! Быстро! Быстро! Что случилось? Освободите помещение. Папа! Пожалуйста, бегом! Освободите помещение! Да, Лёша. Ну я не знаю, я сама не понимаю, что с ним. Простите. Что? Что, простите? Подождите, я вас... я вас не понимаю. Вы же обещали, что сделаете всё возможное. Где, ну, это ваше возможное? Где? Уже больше никого нет. Лера, привет! А чего дверь на распашку? Ну, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Лера, ну ты чего? На звонки не отвечаешь. Ничего не ешь. Ну нельзя так, Лера. А я тебе антидепрессантов принёс. Роллы твои любимые купил. Салатики всякие. Бутылочку сухого взял. Давай пойдём, а? Ну, давай пойдём, а? Кстати, я документы ещё привёзли, подписали. А то один зуб дозвониться до тебя не может. Теперь ведь ты у нас генеральный директор. Лёш, доставь меня в покое, мне ничего не нужно. Ну, если хочешь, я могу временно взять на себя твои полномочия. Лера, ты пойми, нас конкуренты в два счёта зажмут. Времени нет. Ты помнишь, я говорил тебе о том, что у меня есть план, как вывести компанию с кризиса? Так вот, я тебе гарантирую, гарантирую, что уже через три месяца мы рассчитаемся со всеми долгами. Лера, пожалуйста, выходи на работу. Не ради меня. Ради отца. Нужно ранжировать всех клиентов компании на три группы. И для каждой группы назначить свой коэффициент. Войдите. Валерия Сергеевна. А вы присаживайтесь. Вы могли бы посмотреть, здесь сверки расчётов с поставщиками за... в последний квартал. Мне кажется, вы сами вполне могли бы справиться с этим вопросом. Да, конечно. Вот и замечательно. Лёш, я не пойму. Здравствуйте, можно? А в дверь исключать не учили, когда к руководству входишь? Простите, Алексей Игоревич, у меня вопрос к Валерии Сергеевне. Садись вон туда. Валерия Сергеевна, у нас через два месяца выставка. Мне нужно знать, какое место мы брать будем. Вы можете вот посмотреть? Вот, пожалуйста. Рядом с конкурентами на одной аллее не становимся. Скажите организаторам, что мы оплатим и выберем место тогда, когда будем знать всех участников. Понятно. До свидания. До свидания. Знаешь что, пожалуй, ты прав. Я могу и хочу доверить тебе управление компанией. Подпишите, пожалуйста, здесь, здесь и каждую страницу. Я хочу еще раз все перечитать. Ну, конечно же, читай. Ну, это просто новый устав компании, в котором вместо генерального директора Виноградовой Валерии Сергеевны будет Бойко Алексей Игоревич. Эти документы больше для налоговой. Значит, в любой момент, как только я захочу, я могу снова стать гендиректором. Ну, естественно. Хотя у меня, конечно, больше по душе вариант, чтобы ты была дома, занималась нашими детьми и варила борщи. Ну, ладно. Ух ты. У нас через 20 минут должно собрание начаться. Надо потратиться. Да, хорошо. Все. Пожалуйста. Это ваш. Это наш. Держи. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Может, я устала сегодня? Поеду домой. Давай. Ты долго еще? Постараюсь пораньше. Ну, приезжай побыстрее. Я отметил твое повышение. Хорошо. До вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Привет. А ты куда пропала? Я тут ужин приготовила. Жду тебя. Боня. Боня. Черт. Боня, мы срочно едем на работу. Охранник. Сюда подойди. Турникет проверю. Не работает. Не работает. Вчера я без проблем проходила. Ваш пропуск заблокировал. Что значит заблокировали? Это моя компания. Я ее хозяйка. Извините, я не могу вас пропустить. Можно пройти? Звоните в офис. Меня там люди ждут. Узвоните, звоните. Тут девушка пройти хочет, но у нее пропуск заблокировал. Вы Валерия Виноградовна? Да. Новое руководство вашей компании распорядилось вас уволить. Ваш пропуск аннулирован. Извините. Новое руководство? Леша? Ты все-таки отжал у нее компанию? Да. И как совесть молчит? При чем тут совесть? Я восемь лет отпахал на эту фи. Перенес им кучу бабла. Так что я имею полное моральное право. Она бы все равно развалилась. Так что я мудрых выступаю в роли спасителя. Ей еще сотрудники спасибо скажут. Но ведь можно было пойти другим путем. Ну, конечно. Жениться на ней, а потом всю жизнь терпеть от нее унижение. Ты пойми, они совсем другие люди. Мы для них никто. Рабочий материал. Их жалеть не надо. Их надо использовать. Пока они не использовали тебя. Скажи мне, а в каком бреду ты это все подписала? Ты понимаешь, что активы компании твоего отца переведены на другое юридическое лицо? И вообще, как можно под этим всем было подставить свою подпись? Меня обманули. Человек, которому я доверяла, он... Компании твоего отца больше не существует. Во всяком случае, юридически. Все. Ну, я не знала, что делать. Мне было очень плохо. Мы встречались, собирались пожениться. А потом он... Лев Моисеевич, может быть, можно что-нибудь сделать? Ну, я не знаю. Ну, в суд подать на него, в конце концов. Ну, хоть что-нибудь. Такие дела могут тянуться годами и... И вообще, требуют большие материальные и моральные ресурсы. Ладно. Если ты все-таки решишься на судебное разбирательство, позвони мне. Ну, в память о твоем отце я готов помочь. Но никакие гарантии, никакие. Да, вот еще. Погоди. Тут у меня... Так, где-то... А, да. Так. Да, вот это вот. Список имущества, которое тебе принадлежит. А что такое фирма Канара? Ни разу о ней не слышала. Как так? Погоди, ну, Сергей ведь давно ее купил. Стоп, 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 стоп. Он что, тебе ничего о ней не говорил вообще? Нет, никогда. Интересно. А за сколько ей можно продать? Скотина, козел. Главное, весь такой себя любезил, передо мной в любви признавался. А вот он мне никогда не нравился. Давай его найдем и... Ты че? А че? В своем уме вообще? Ты уж мечтала. Мечтала, что у меня будет дом. Семья, дети. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Не нужно раскисать. Все же будет хорошо. Я предлагаю проверенный метод. Шоппинг. Ты шоппинг, мила. У меня денег осталось максимум на месяц жизни. А как же отец? Он тебе что, ничего не оставил? Да он, оказывается, последние полтора года фермы финансировал своих собственных средств. У меня же вообще ничего не осталось, мил. У меня какая-то квартира, машина и вот ферма. На, полюбуйся. Ферма? Ты че, с коровами? Со страусами? Ферма, зачем мне эта ферма? Дерканар? Это солнце, это пляж. Пляж? Че ты еще жалуешься? Канарой только название, почитай. Итак, Валерия. Как говорит мой тренер по йоге, во всем нужно искать позитив. А вдруг это шанс? Ну, сейчас фермерские продукты, это тренд. Ты станешь фермером. Будешь носить клетчатую рыбашку и шляпу с вот такими вот полями. Милочка, во-первых, шляпы носят ковбои, а не фермеры. А во-вторых, ты вообще в своем уме, мила? Зачем мне эта ферма? Нет, я ей продам. Буду жить какое-то время. Ну, там, не знаю, месяц. Можно же на два хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на Канары, Лерочка. Боня. Боня. Чего вы сюда приперлись, Боня? А-а-а! Люба! 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 Спасите! Убивают люди! А-а-а! Стой! Стой! Что это? Боня! Боня! Боня, боня! Боня! А ну, пошел отсюда! Пошел, пошел! Давай! Иди спать! Скотина! Ну, что, проспишься? Я тебе устрою в Варфоломеевскую ночь! Поросит! Вы это, не сердитесь на меня, пожалуйста. Я как-то не знала, что делать, вот спряталась за вас. Ничего больше умного в голову не пришло. Он у меня вообще не хуй никогда выпьет. Я прям как с цепей сорвался, сволочь! Ой, здрасте! А вы кого-то ищете? Я могу вам помочь? Да, здесь ферма была. Так что ж была? Она вон там и есть. А вам зачем? Затем, что я хозяйка. Здрасте, а Витька тогда кто? Кто-кто? Ну, Витька. Вся деревня знает, что он хозяин фермы. Он землю у какого-то городского выкупил. Ах, Витька, значит он. Ну да. Ну-ну. Пойдемте. Посмотрим на этого Витьку. Хороший денек у нас, да? Да. Ну. Спасибо тебе, Витек. Через неделю зайду. Давай-давай. О! Здоровья, Витек! Привет, девчонки! Что будем брать? Знакомься, это Лера, хозяйка фермы. Ну так заранее бы предупредили, что приедете. Сдаю. Я бы подготовил шашлык, посидели бы по-человечески. А так вот, видите, вот, смотрите. Иди сюда, иди, 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 ах, это катапаза. Вот. Смотрите, каких я кроликов выращиваю, как я размером. А овощи, фрукты, так это же вообще их некуда девать. И все же вот это вот, вот этими руками, чтобы все цело, так сказать, и пахло. Да? А вот, пожалуйста, перепела. Вот яйцо перепелиное очень полезное. Я вам потом дам. Я хотел... Фотографируйте, да. Слушайте, может... Вот не надо так сразу все продавать. Вонечка. Я здесь все так полюбил, все мне такое родное. И деревня, и ферма. Ну подумайте. А я вас мясом, и овощами, и фруктами целый год буду обеспечивать. Ну надо ж, какая щедрость, а. Что раньше я ваших овощей не наблюдала. Так это ж потому... А знаете что? А вот вы ее купите. И станете настоящим хозяином. Так у меня же нет таких денег. Ну, на нет и суда нет. Так ведь у вас говорится народе, да? Ладно, я понял. В общем, мне в город надо по делам. Вы будете уходить. Ворота прикройте. До свидания. Кажется, мы пошли не той дорогой. И все за тебя. Ну это кто у нас собака, а? Надо было взять след. Стончиво от меня. Уходите оттуда. Девушка. А если не уйду, то что? Уходите, это опасно для жизни. Кажется. КОНЕЦ Моня, Монечка! Моня, ко мне! Я вам сейчас сделаю холодный компресс. Подождите. Так это вы кричали, чтобы я уходила, да? И пчелы, как понимают, ваши? Мои. И вы сейчас еще предлагаете делать этот дурацкий компресс, вместо того, чтобы извиниться? Извиниться? Из-за вас погибли мои сторожевые пчелы. Из-за меня? Даже беженых пчел нужно изолировать от людей. Они тут по полю летают. Во-первых, это мой участок. Во-вторых, там была предупреждающая табличка. А в-третьих, могли бы сказать мне спасибо за то, что я оказал вам первую помощь и сделал укол. Что? В плечо. Приложите это к лицу. Прополис не видит воспаление. Держите. Короче, я иду спать. Рано вставать. Если хотите, можете переночевать здесь. А если что-то не устраивает, так, как говорится, забирайте свою картину-корзину-картонку этого, маленькую собачонку и проваливайте. Знаете что? Монечка, пойдем отсюда. Пойдем, Монечка. Держите, что мы не собираемся ночевать с какими-то дикоями. Оставляешь? Какой-то придурок будет указать, что нам делать, а? Да кто-то другой вообще, а? Развел тут пчел-убийца. Что, реально думаешь, что мы у него останемся? Да никогда в жизни! Ну что ты скажешь, а? Ну что? Да, я так тоже думаю. Нет, ну шляпку я у него оставила. Оставила. И сумочку у него оставила. Да? Да? Нет, без шляпки-то никак. Нет, никак без шляпки. Никак. Да? Да, нет, никак. Да, нет, никак. Нужно было прямо сейчас делить! Незарочно это делай сюда, чтобы меня возлить! А? Вы на часы смотрели? А что смотри-то на них? Около восьми, а что? Нормальные люди в такое время спят. Слушайте, я не знаю, как у вас, а у нас нормальные люди. Уже часа два как не спят. А, да, кстати, а когда ваше высочество вдовой собирается? Я? Да прямо сейчас! Это хорошо. Сейчас это хорошо. Ничего себе! Блин, еще телефон наловит, а! Давай, 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 давай! Тьфу! Черт! О! Поклятая батарейка! Курник, я же говорил, ну не нужно сюда приезжать! Ничего себе, пчела безногая! Я говорю, не самое лучшее время перебывать в машинке! Знаете, вы только давайте без своих дурацких шуток, ладно? Я здесь сижу в глухомане без колес, режетным телефоном, так что, езжайте, куда ехали! Привет! Я тебя издалека не узнала! Ой, Господи, а чего у тебя с лицом, а? Дай глянуть! Небось, я медицинский работник, руки мою! А ну! А аллергия? Она самая! Спасибо вашему этому пчеловоду! Ты что, у Кольки ночевала? Ну, мать, ты даешь! Не смешно, я таких хамов даже в городских пробках не встречала! О, вот, а вот это ты зря! Зря, потому что Колька вот такой мужик! Трудолюбивый, организованный, знатный пчеловод нашего края! У него, между прочим, мед, пальчики оближешь! Да, Тузик, да? Боня! Гради бога! Между прочим, Коля, он из ваших этих, городских, у него там жена была, стерва редкая! Она ушла к какому-то бизнесмену, так Коля бросил там все, переехал сюда, а сел! Ой, ой, Илья Ань, какие мы капризные! Ой, да ради бога, мне уже быстрее убраться отсюда! Кто ж тебя тут держит? Езжай! Что, слепая? Так это твой жужик! Класс! В общем, так, я договорился, завтра вам привезут новый комплект колес! Прямо завтра? Ну, сегодня в выходной магазине не работает! Ну, если я заплачу больше! Привет, Люк! Привет, Коля! А вот это навряд ли просто, когда ребята отдыхают, в общем, не до заработка им! Это что ж такое получается? Тебе же переночевать негде! Не, я могла бы тебя, конечно, к себе забрать, но у меня же этот, Илюха, он дурак, ты же видела! Слушай, зачем мы голову ломаем? У тебя вон целая ферма, иди и живи! Не знаю, Виктор, в город уехал! Ну, если хотите, то можете у меня переночевать! Девушка, у нас с собакой нельзя! Это почему же антисанитария, слышали? От вашей собаки здесь инфекция и грязь, а у меня здесь продукты! Еще бы корову привела! К вашему сведению, моя собака, в отличие от вас, деревенских, каждый день моется! Так, мне 200 грамм сыра, хлеб зерновой, бутылку минералки и корм для моей собачки! А куда я, по-вашему, эту карточку должна вставить? Городские, привыкли в магазины без денег ходить? Пачку лапши! Сдачи! 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 Не надо! Ух ты, шмель горбатый! Пап, вы что делаете? А ну, верни, кому я сказала! Вы знаете кто, да вы просто хам, деревенщина! Не зря от вас ушла жена, да вы совершенно не имеете общаться с людьми! Предлагаю сварить борщ, а не травиться всякой химией. Вот он! Довольно неплохо! Так щедры на похвалы! Прямо! Кстати, а что вы там насчет моей жены говорили? Я не раз слышал! Нет, ничего! Вам послышалось! Тогда ладно! А вы доедайте поскорее! Дальше у нас в программе десерт! И что же? Мой фирменный мед! Привет! Привет! Есть будешь и борща наварил? Нет, думаю, не стоит! Меня же на борщ не приглашали! И вижу, ты тут без меня не скучаешь! Ну, совсем не крапивное! Пойду поработаю! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Я думаю, вы уже спите! Мне сутешется и болит! Я не могу заснуть! Я сейчас таблетку вам принесу! А утром идите, пожалуйста, к Любе. А нам и сестра работает в поселке. Может, она что-то получше посоветует? Хорошо. Да что ж за день такой сегодня? Любочка! О, подержи. Тяжелый. Привет, красавица. Привет, дорогая. Спасибо. Привет. Привет, Тузик. И пока, я на работу опаздываю. Люб, я быстро. В общем, укусы не проходят, таблетки не помогают. Господи, до свадьбы заживет. Ну, хотелось как-то ускорить этот процесс. Ну, как медицинские работники, я тебе скажу, медицина здесь бессильна. Да. Слушай, а сходи-ка ты к нашей бабе Клаве, а? Кому? Это что, местные ведьмы, типа? Баба Клава, между прочим, это наша местная достопримечательность. Она вон людей спасает. Из-за поя выводит, сердце лечит, камни из почек выводит. Я сама к ней за малым хожу. Зачем? Да не зачем, а за кем. За ребеночком. Мне он почти 40 лет, а детей нет. Не баба, а пустоцвет. Ну, ладно. Скажи лучше, а баба Клава, она сможет убрать? Баба Клава сможет все. Ты сходи, сходи. Кто мне еще два раза спасибо скажет. Все, я пошла, у меня анализы. У меня вот очередь до самой фермы. Средневековик какой-то. Ой, боже мой. С вами все в порядке? Ой, господи. Вы в порядке? Совсем бабка. Слепая стала, дороги не разбираю. Спасибо, внучка. Ой, а ты вроде не местная. Да, я из города. А по какому делу приехала, если не секрет? На ферму я. А, к Витьке шо. Так прохиндей он. Картошку весной в три дорога продает. Не связывайся ты с ним. А укусы пчелиные долго заживают. Очень больно. Ага. Давай так. Ты мне поможешь воды принести, а потом подумаем, как с тобой быть. Боня! Проходи, проходи, не бойся. Вот тут вот ставь на скамейке. Здесь, да? Да. Пойдем, пойдем, посмотрим. Иди вон на свет. Да осторожно ты, не бойся. Ну-ка. Да. Сильно они тебя. Видно, здорово ты их разозлила. Да и не нарочно. Да и не глухая. Ну, приходи после обеда. Настой готов будет. Выпьешь, сразу полегчает. Ну, это... Спасибо. Да, пожалуйста. Я зайду. Извините, а это кто? Дочка моя, что? Не-не, ничего, просто так спросила. Ну, ладно. До свидания. До свидания, внучка. Пей, пей, пей. До конца допивай. Спасибо. А вот это дома пить будешь. Сколько я должна? Да ты что, внучка. Я за это денег не беру. На, держи. Ну, тогда с меня подарки. Ну, это как сама решишь. Простите, а это... Что, клякала? Мяукала. Спасибо. Мы пойдем? Угу. Моня. Спасибо вам за то, что помогли и... Ну, отчасти я сам виноват в ваших приключениях. Если б не мои пчелы, то... Это да. Кстати, там в машине подарки положил. Даже боюсь представить, что там. Мед. Угу. От извиняющихся пчел. Ну, тогда передайте им, что я их простила. Обязательно передам. Да? Передадим? Угу. Коль, мне с тобой поговорить надо. Да-да, конечно. Ой, уху. Ладно. Спасибо вам за все. До свидания. Когда приеду в следующий раз, я вам все верну. Угу. Коля, а что значит в следующий раз? Так, Боня, подожди пока тут. Ладно? Все, сиди, жди. Держи, держи. Мама. Лев Моисеевич, здравствуйте. Я была на ферме, ну, в этих, в Канарах. Так, 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 так. В общем, я там познакомилась. Ты присядь, присядь. Хорошо. В общем, я там познакомилась с одной старушкой. Баб Клава зовут. Ну? У нее в доме висит портрет дочери. Так. Точно такой же, как мамина. Мамина? Представляете? Вот. О! Поразительно. Так что, получается, это старушка из деревни? Моя бабушка. Погоди, это пока предположительно. Вот. У меня, кроме папы, никого не было, понимаете? А ни мамы, ни родных я не знала. А сейчас, получается, у меня есть бабушка. 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 Так вы, получается, все знали? Что? Знали и молчали. Я ничего не знал. Мы с твоим отцом были не настолько близки, чтобы он посвящал меня в своей семейной тайне. И ко всему прочему. Ты уверена, что эта женщина твоя родственница? Ты ведь о ней ничего не знаешь. Пока не знаю. Но я обязательно все выясню. Лера. Лера. Лерыч. Слушай, ну, может, есть смысл нанять кого-то? Не знаю, там, частного детектива или... Нет. Я решила сама во всем разобраться. Поеду в Канары. Ну что, скажешь, бабушке кто ты? Да. Только нужно повод найти подходящий. Слушай, Мил, у меня еще где просьба. Ты присмотришь за Бонькой? Конечно, я только с радостью. Только почему ты ее с собой не хочешь взять? Да я в прошлый раз так растрясла на этих деревенских колдобинах. Не хочу ее мучить. Тем более я ненадолго, всего на денек. Да? Да, девушка, вы все правильно поняли. Я хочу снять все деньги с карты. Ну, хорошо. Я тогда к вам подъеду в офис и все оформлю. Хорошо? Спасибо. Да. Подождите, я вам все отправляла. Все фотографии фермы у вас на почте. Девушка, да. Да, выставляем, как можно скорее. Цену какую? Ну и не знаю, поставьте какую-нибудь среднюю цену по рынку. Ну, а уже лучше знать, да? Хорошо. Спасибо. Ну, здесь так, по мелочи. Ой, а это что за слива такая? А это манго. Вот еще авокадо. Ну, и зачем мне это вот ты всего навезла, а? Да я его за год не съем. У меня зубов почти нету. Ну, это моя благодарность вам. Вы же мне помогли. Вы видите, все как рукой сняла. Я думаю, все равно не стоило тратиться. Тем более цены нынче такие. Ой, чайные какие-то. Вы сидите, я все со мной заварю. Хорошо? Ты, ты, ты чабреца добавь. Там он в серванте на верхней полке лежит. Хорошо. А ты к нам опять по делам? Да. Я ферму хочу продать. Вот это ты зря. Земля еще никому лишней не была. Да мне просто деньги нужны. Может быть, торт еще? Да не, я не хочу. У меня там пирог есть. Ну, тогда линоград, да? Да. Совсем бабка слепая стала. Уже по дому на ощупь пробираюсь. Баб Клав, а у вас есть родные? Да нет у меня никого, и не надо. А почему? Да зачем мне такая родня? Если такая, так лучше никакой. Зачем мне зять, который дочку мою загубил? Загубил? В каком смысле? Да не в каком. Много будешь знать, скоро состаришься. Видеть его не хочу. Ну, а внуки, внуки же есть у вас? Слушай, что тебе до моей родни-то, а? Да я... Да так просто спросила. Интересно стало. Давайте им чай нальем, хорошо? Ну, налей. Ну, 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 да! Удар головой? Да! Стойка! Какой счет? Один. Здравствуйте, Алина Сергеевна. А вы? Слово? Не к вам, а к себе. Вот, решил тут пожить, узнать, что к чему. А, ну, такая, а меня? Куда? Мне? Виктор, ну, я вас не сомневаюсь. Вы обязательно что-нибудь придумаете? Э-э... Извините, Валерия Сергеевна. Я прошу меня простить. До свидания, Валерия Сергеевна. Результаты аудита вашей компании оставляют нам немного вариантов. Я вам за что деньги плачу? За то, чтобы прописную истину выслушивать? Мне нужен четкий план действий. Так как расходы на налоги составляют самую большую проблему для компании, предлагаю их снижать. Каким образом? Вариантов несколько. Например, мы повышаем расходы компании. Допустим, мы начинаем капитальный ремонт в офисе. Но ремонт будет исключительно на бумаге. И, как я понимаю, сумму этого ремонта мы вычитаем из налогов. Совершенно верно. Алексей Игоревич, дело в том, что раньше было возможно... Тамара Леонтьева, у вас, как у бухгалтера, есть предложение, как спасти компанию? Я так понимаю, нет. Значит, будем делать так, как скажут эти люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Коля. Ох. Здрасте. Я вас не сразу узнал. Такую... Какую? Непокусанную. Красивую. Спасибо. Коль, я... Я ж нашел этих воров-то, которые у вас колеса с машин сняли. Как я думал, оказались мальчишки из соседней деревни. Сейчас у вас будет запасной комплект. Ну, здорово. Да. А то у меня постоянно какие-то приключения в Канарах. Мало ли что. Ну, ну. Коль, я вам деньги привезла. Вот. Да что это? Это много. Ну, возьмите. Вы же там колеса меняли, возились. Коль, возьмите. Послушайте, не возьму. Ну, ладно. Спасибо вам за машину, за то, что приютили. Да ладно, что? Приезжайте. А я никуда не уезжаю. Так я... Вы знаете, решила пожить в деревне. Здесь так хорошо. Комарики летают. Прелесть. Все осознал. Спасибо за доверие. Буду лучшим управляющим. Это теплицы у нас тут. То есть у вас. Вот. Здесь, значит, огурчики. Здесь помидорчики. Перец болгарский. А там сад. Яблочки растут. Хотите, посмотрим? Ну, пойдемте. Вот сюда, пожалуйста. А я вообще... Мой седсиолог. Тут помидорчики. Вы себе осознайте. Это что-то. Вот, пожалуйста. Аккуратно. Ну, вон он. Смотрите. Вот. Ваш отец, он не знал, что делать с этой землей. Пожалуйста, аккуратно. Проходите. Спасибо. Решил посадить сад. Где-то во Франции. Он купил саженцы. И привез мне. Так. А вот. Пробуйте. Ну, снимай-то. Я протер. Футболка чистая. Пожалуйста. Давайте. Он же горький. Вот то же самое я сказал вашему отцу. А он уперся и заставил меня вот по черенку вот этот весь сад и высадить. Оно какой-то сорт такой, называется так интересно. Черт, вылетел из головы. Звучит как горький омлет. Что-то в этом роде. Что же вы делаете с этим омлетом? А это мы и применение мы нашли. Значит, у нас тут свиноферма недалеко. Так вот, наши яблочки свиньи кушают, хрюкают с большим удовольствием. Нет, так если вы не хотите, мы выкорчем это все к черту твоей матери. Давайте картошку посадим. Оно же полезно и выгодно. А вы знаете, есть такой сорт пальчиками. Ой, жалко. Красивые. Вика Харринти все равно продавайте. Кого продавать? Привет, Люба. Привет. А Тузи где? Я остался дома. А, уже привык. К новой девичке. Боня вообще-то. Привет. Здрасте. Угу. Ага. О, класс. Слушай, дай я сфоткаю. Подожди. Может, не надо, Люк. Губки сделай. Чего? Губки, ну вот так. Вот так. Подожди. Сейчас выложу. Красиво? Ага. Так. Заприкинь, только выложу уже два лайка. Лайки это собаки? Нет, лайки это когда кому-то что-то нравится, нажимают на такой значок и лайк появляется. Ну понятно, понятно, понятно. А я смотрю, у тебя укусы быстро зажили. Да, спасибо баб Клаве. А, пошла-таки. Молодец, что меня послушалась. Так получилось. Слушай, Люба, я хотела спросить, а это правда, что у баб Клавы больше никого нет сродни? Ну, я знаю, у нее была дочь. Ага. И что-то там с ней случилось. Но толком, я не знаю. Понятно. А у тебя-то как? Нормально. Нормально. Опять Илья тебя бьет. Люк, ну сколько можно? Бьет, бьет, не работает. А ты же детей от него рожать хочешь. Лер, ну что ты понимаешь в этой жизни, а? Ну тебе легко говорить. У вас вон в городе таких мужиков хороших много. А у нас таких, как Илюха, на вес золота. Ну попьет недельку. Ну зато потом и дров наколит, и крышу починит, и сено поскладывает. И люблю я его. А он меня. Наверное. Ну-ну, любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что испугал. Меня Вадим зовут. Валерия. Приятно познакомиться, Валерия. Я вообще по поводу земли. Вы же продаете? Ну да, продаю. Это, кстати, и вам. В честь нашего знакомства. Дело в том, что мы с друзьями мечтаем построить базу отдыха. А ваша земля нам очень подходит. Можем предложить цену выше рыночной. Я думаю, вам понравится. Можем прям завтра поехать и подписать документы. Нет, завтра я не могу. Мне нужно посоветоваться с риэлторами. Подумать, в конце концов. Конечно же, вы подумайте, подумайте. Только по возможности побыстрее. Потому что придется, ну, другой участок покупать, а не очень бы хотелось. Ну, покупайте другой. У меня какая разница. Я подумаю. Лер, вы правда подумайте. Земля хорошая, нам очень нравится. До свидания. Да, до свидания. До встречи, Лер. Алло. Да, встретились. Да ничего. Обычная городская девка понты колотит. Сказала, с риэлтором пообщается. Ну, чего-чего, цену набивают, что тебе не ясно? Короче, послушай, ты на меня не дави, земля будет наша. Это я тебе и обещаю, сто процентов. Войдите! Добрый день. Коля, здравствуйте. А вы... Что-то хотели спросить? Я у фермы машину Вадимова увидел. А, Вадима. Ну да. Он приезжал. По поводу покупки фермы, а что? Не связывайте с ним. Он аферист, барыга. Вы знаете, мне так не показалось. Вполне даже нормальный мужчина. Вежливый, в отличие от некоторых. Вежливость, это не показатель. Не делайте ошибку. Не продавайте землю. С какой-то стати вы будете указывать, что мне делать. Давайте я сама решу, ладно? Поймите, он не просто так ее хочет купить. Вот вам наплевать, а нам тут жить. А мне тоже не наплевать, мне жить не на что. Вам жить не на что. У вас три гектара земли, грядки, теплицы. Ну так скажите, что не хотите трудиться. Привыкли на все готовенькое. Да вы просто хам, Николай. А вы зачем пришли вообще? Оскорблять меня? Да я... Мед принес вам. Да, со своей пасеки. Больших банок не было, и поэтому я... Ну как там в городе? Ой, ничего нового. Так все по-старому, они эти же рожи. Правда, вчера была на открытии нового ресторана. С хозяином познакомилась. М-м-м, мужик. Весь вечер с ним проболтали о Сидре. Он сам его создает. Ты знаешь, такой вкус какой-то... Непонятный. Ну а ты тут как? Че? Я-то... А пойдем покажу. Ой, а пойдем. Вот она. Яблонько. Ты представляешь, папа ее купил на какой-то там французской выставке. А Вить-ка их свиньям скормил. Почему? А ты попробуй. Эти че, свинья что ли? Название еще какой-то... Горький омлет что ли? Как? М-м, ты че? Тремлет, Лера. Горький, тремлет. Тремлет. Подожди. Алло, Ленечка, привет. Это мило. Помнишь, мы вчера с тобой о Сидоре говорили? Да, ты еще жаловался, что у нас в стране никто горький сорт яблок не выращивает. Так вот, это неправда. Я как раз сейчас нахожусь в саду, где этих яблок завалились. Конечно, продаются. Называется, Эм. Думаю, что эта цена нас вполне устроит. И считаю, что все яблоки твои. Целую. Вот. Пирог. Пробуй. Ты такого еще никогда и не ела. Бери. Это наш фамильный рецепт. Из поколения в поколение передается по бабьей линии. Понравится, могу рассказать. Все равно передавать некому. Смотрю на тебя. Дочку свою вспоминаю. Надюшка, когда маленькая была, решила мне сюрприз устроить. Пирог из печи. Пирог-то в печку поставила, а сама с девчонками на речку убежала. Пироги все сгорели. Я домой пришла, а тут дым столбом. Крепко я ей тогда всыпала. Ама... А ваша дочь в этом доме родилась? Он на той кровати. Метель тогда злющая была. Скорая так и не доехала. Слава богу, фельдшер из соседней деревни на лыжах притопал. А муж где ваш был? Так на севере. Рубль длинный заколачивал. И куда он делся? А куда они седеваются? Бабу себе там новую нашел. Она быстренько забеременела, да. Сына ему родила. Он про нас и думать забыл. Всех родных. Растерял. Никого не сберегла. Только не плачьте. Олечка. Привет, мам. Так, где ты шлялся полдня? Ты же сама велела грушу собрать. Угу. Чего, вся задница мокрая? Опять купался без разрешения? Там мелко все. Ой, мелко расскажи мне. Так, руки убрала от жвачек. Никакой жвачки до обеда. Я на потом, обещаю. Чтобы суп съел, понял? Съем. Что еще? Мам, что это за фифа новая, которую дядя Коля постоянно ходит? Какая такая фифа? Мам, ну такая. Красивая, молодая. Чем это она красивая? Мам, ну я только что тебе объяснил. А ты дядя Коля у нее давно уже видел, правда? Да нет. Вчера я видел. Так, марш домой, что ты тут шляешься, мне не помогаешь, только сплетни распускаешь. Никакой пользы от тебя. Давай, марш, груши собирай дома. Блин, красивая. Слушай, а неплохо мы с тобой яблочки пристроили, а? Я же тебе говорила, ферма это круто. Я тут на днях прочитала экономическую эффективность. Ну, что ты? Набросала бизнес-план. Что ты сделаешь? Бизнес-план? А ты что, думаешь, что во время учебы только шопилась эту силу? Ну, вообще-то да. Мы не вместе учились. Короче, смотри. Сейчас покажу. Я сделала расчеты на основании статистики фермерских хозяйств за последние пять лет. Лера, давай, ты не будешь меня грузить, просто скажешь, что ты придумала. Мил, что сейчас в тренде? Здоровый образ жизни. Да? Да. Это, короче, знаешь, когда всякие там фрукты, овощи, зелень без всяких пестицидов, гмул, тяжелых металлов. В общем, все такое органично, такое все здоровое. И все это будет расти здесь, на моей ферме. Так, ладно. Вот твои доли. Держи. Лерчик, ну ты чего? Ну это же я не для себя, это я для тебя делала. Считай, что это мой вклад в твою ферму. Ты знаешь, мне пришла в голову гениальная мысль, а может быть, я стану твоим бизнес-партнером? Ну и если ты, конечно, не против. Конечно, не против. Люблю тебя. Вот здесь я поставлю апидоники. Да вы знаете, у нас здесь вообще по весне сыровато. Может, лучше там, за яблонью. Ну, мы пять хватит? Ну, я не знаю, вы мне об этом девять только сейчас сказали. Остановимся на пяти. Да послушайте, это огромные деньги. Вы не собираетесь их покупать? Мы их построим. Точнее, вы построите. У вас же есть такой опыт? Ну, конечно. Только учтите, это огромные затраты. стройматериалы сейчас подорожали. О утеплении я вообще молчу. Но я готов хоть сейчас. Вот строить мы умеем. И еще, обмануть я себя не дам. А вот зря вы так. Я вот не знаю, как у вас там город. А у нас здесь люди привыкли друг другу доверять. Я уже свое доверяла. Забито. Я, извините, опидомики хотела спросить. Люба! Люба, ты дома? Люба! Ой, привет, Лера. Ничего себе! Что это? Так, ничего страшного. Он? Не надо! Не надо! Я пришел к тебе! Извините, Илья, что я отвлекаю вас от этого столь важного для вас дела. Но мне кажется, что вы поступили очень плохо. Понимаете, ведь человек, он создан по образу и подобию. Он создан, чтобы созидать. И мне кажется, в данной ситуации будет уместно, чтобы Любочка переехала ко мне и покинула этот семейный очаг. Понял! Люба с вещичками на выход. Дом решил строить? С чего ты взял? Опидомики. Это еще что за хрень? А ты что, строителем работаешь? Да нет. Я просто спросил. А я просто тебе ответил. Чтоб ты не лез с ним в свое дело. Понял? Ну как можно мужчине позволять так с собой обращаться? Люба, ты молодая, красивая женщина. Он должен понимать, что может потерять тебя. Он должен бояться этого. Понимаешь? Иначе он так будет всю жизнь вытирать об тебя ноги. Вот я что, дала слабину и все, потеряла компанию, которую отец, между прочим, строил всю жизнь. Нет, я для себя решила. Мужикам доверять нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Не помешал? Войти можно? Ну, проходите. Лер, можно у вас на пару минут? Я бы хотел обсудить наш с вами разговор. Ну, вы помните, да, по поводу земли. Вы уже цену обдумали? А вы знаете, Вадим, я решила не продавать фирму. Да. Вот как? Да, вот решила заняться фермерством. Органическая продукция сейчас в моде. Да, фермерство это хорошо. Но ведь этого никто не запрещает. Только, Лерочка, вы же сначала должны знать, кому вы эти продукты будете продавать, найти покупателей. А то будете потом с гниющими продуктами бегать и думать, кому их продать. А приедут перекупщики, скупят у вас за гроши. Вы даже не покроете расходы на электроэнергию. Ну, я, пожалуй, попробую. Ну, конечно, вы попробуйте, я же не против. Я даже сам буду приходить к вам за продуктами. Я так понимаю, вы решили остаться. Ну, так давайте, может, я экскурсию проведу по местным достопримечательностям. Я ведь известный экскурсовод. А почему бы и нет? Ну, хорошо. Я тогда через часика-два заеду за вами. Угу. до свидания. Да-да, да, конечно. До свидания. Это что сейчас было, а? Это что сейчас был? Где? Ты зачем с этим упырем на свидание согласилась, а? Ну, почему сразу упырь? Вполне я наш симпатичный мужчина. Ты с ума сошла? Ты, 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 мы, у нас вся деревня его ненавидит. Да, и за что же? Да, потому что возомнился хозяином жизни. Он думает, что если у него отец в администрации района сидит, значит, ему видеть или все можно. Люба, да ладно, с таких полгорода, что теперь на свидание ни с кем не ходить? Ера, Ера, я тебя предупредила, я предупредила тебя. Да не нужно мне, я Кольку хочу позлить. Ух ты, ух ты, Кольку? Да он тут целый скандал устроил, чтоб я с Вадимом не общалась, чтоб я ферму не продавала. Я вообще он какой-то хам. Ну, что, Петрович, клюет? А как же. О, это хорошо, что вы к нам приехали, а то у нас здесь в Канарах и не с кем поговорить. Кругом одни идиоты. Почему сразу идиоты? А у меня даже славные люди. Ну, такое. Вот с ним о чем можно о культурном поговорить? У них свои интересы, а у нас с вами свои. Ну, Вадим. Да я смотрю, Владис тоже не очень жалует? Да есть такое. У меня отец работает в местной администрации, а для них вот чиновники, они кто? Ворюги. Вот и я для них ворюга. Вот занимаюсь нормальным, чистым бизнесом. Ну, понятно. Вадим, мне домой пора. Я пойду. Хорошо. До встречи, увидимся еще. Давай. Быстрее, быстрее, мужички, давай, давай. Слушай, Витек. А не ори. А у тебя там профнастила не предвидится метров 30-50, нам в завод доделать надо? Все будет. Звоните, от сны договоримся, главное, возле фермы не светитесь. Не болтайте лишнее, у меня хозяйка, митильный, может что-то заподозрить. Все, вперед. Давай, 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 давай. Смолен. Любань, ну хорош дурака валять. Ну показала характер, все, хватит. Да понял я все. Не буду больше. Я знаю твое, не буду. Ты всегда так говоришь, а потом вечером напиваешься и опять меня мотузить начинаешь. Ну говорю же, не буду. Ну хватит выкобениваться, пошли домой. Ну, Любаня, ну что ты меня на всю деревню позоришь, а? Ну, посмотрите на него, лицо райцентра. По-моему, Люба ясна дала вам понять, что не хочет вас видеть. Да. И вообще, что вы тут делаете? Вы намешаете работать. Да. Уйдите, идите. Ладно. Хоть бы жвачку взял. Пойдем. Слушай, может, не надо было его выгонять? Я же все равно к нему собираюсь возвращаться. Что? Ну, я не могу без него. Возвращаться она вздумала. Люб, воспитывать, так воспитывать. И в чем тебя нового мужика найдем? Не, не, ты чего? Я же Люху люблю. Любит она. Люб, мне очень нужна твоя помощь. Угу. Тут такое дело. Так, мужики, утеплитель можно вообще не класть. Так это, командир, как же не класть? Так мы же не в Австралиях живем. Так все, делайте, что вам говорю. Ах ты ж. Поздравляю, господин Украмши. Чего это? Вы думаете, я не в курсе, что вы продаете мои стройматериалы? А ты докажи. Да легко. На, смотри. Ну что, узнаешь себя? Я проверила документы, нет ни одного отчета в налоговую. Могу продолжить. А если нет, тогда собирай свои вещи и пошел вон отсюда. Хорошо. Но ты пожалеешь об этом. Не думаю. Люк, ну что это такое? У меня что, на лбу написано, обворуй меня? Витька, у нас еще тот жук. Ну что мне теперь делать? Только решила заняться делом, столько денег уложила в эти теплицы, курятники. Ну и что? Ну как я одна буду справляться с этим? А ты найди себе нового управляющего. Кого? Ты говоришь, как будто они под каждым кустом валяются. Где его найду-то? Ну, хотя бы Колька наш. Да, он работящий, ответственный, не пьющий, что очень важно в этом деле. И, кстати, в хозяйстве получил всяких наших местных разбирается. Я уж как-нибудь сама. Ага. Можете помочь? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Да, нам нужен помощник. Николай! Здравствуйте. Привет. Мы к вам по делу. Субтитры сделал DimaTorzok А, да-да-да-да-да-да. Слышал, слышал. Управляющего уволили. А я смотрю, у вас слухи распространяют не только женщины. Ну, угу. Николай. Угу. Мы вам хотим предложить стать новым управляющим нашей фермы. Это во-первых. А второе деловое предложение... Ох, сон в пчелах. И в первом, втором случае нет. Это почему? Дорогая Лера, как же вам это все объяснить-то? У нас с вами взгляды расходятся. Извините, мне работать надо. Знаете что? А я сама не собиралась вас нанимать. Ну, и замечательно. Значит, вы не в обиде. Да вы... Что я? Да? Неотес, но мужлан, хам, деревенщина. Оля, ну что ты творишь? Ну, взять девчонку до слез довести. Она ж не плакала. Ну, правда. Ну, у нее ж, видишь, ноша какая взяла на себя. Ну, нормальная ж девчонка. А ты мог бы и помочь. Я когда приехал сюда из своей деревни 10 лет назад, знаете, что у меня в рюкзаке было? Две футболки, пара носков, белье, книга и немного денег. Вышел из поезда, а тут такое... Я стоял и смотрел, как мимо проезжают дорогие машины. А в них хорошо одетые, счастливые люди. Торопятся в фитнес-клубы, в рестораны. Кому-то звонят, о чем-то договариваются. В общем, живут совсем другой, не той, которая была у меня за плечами жизни. Почему теплая? Простите, сейчас все поменяем. Так вот. Одну минуту. Да, слышу. Что? Сейчас приеду. Спасибо. Ну, ты как? Как-как? Лучше всех. Да, уже наслышанно. Все село об этом говорит. Это ж надо было. Приехала из города, правила тут свои устанавливает. Такого человека на улицу выгнала. Она вообще ничего не понимает. Без всего меня оставила. Что я буду есть? Жрать зимой? Витя, ну я же об этом и говорю. Вот. Как нужно было тебя, человека, который эту ферму своими руками подымал на улицу выгнать? Ну, я не знаю. И куда ты теперь? А куда мне ехать? Нинка моя давно хахаля завела. Ну, это понятно. А ты куда? Где сейчас? Я в развалином этом магазине. Ночую там. В развалином магазине? Да. И ты вот это вот все так оставишь? Что вы и делаете? Ну, не знаю ведь. Но нужно же что-то делать. Ну, и вправду не оставлять же это все так. Ты сам подумай. Тебе разве не жалко? Твой урожай, который ты своими руками, кровью, потом все подымал, все ей оставишь. Ну, что я... Хороший ты мужик, Витька. Только слабохарактерный. Я, как им родился, такими умру. Ну, не я. На. Денег не надо, подарок фирмы. Лера, здравствуйте. Лера, подождите. Вы чего такая расстроенная? Да постойте вы, что случилось? Ничего. Ну, подождите. Давайте я вам помогу. Ну, что произошло? Я Виктора уволила. Хотела справиться сама, но ничего не получилось. Лера, ну не получится ничего. Услышьте вы меня. Пустая отрата времени и сил. Знаете, сколько у нас таких фермеров обанкротилось? Не будет приносить она вам денег. Не будет. А так я куплю у вас землю, вы останетесь при деньгах, а я построю здесь прекрасную базу отдыха. Местные жители будут при работе. И у вас все будет хорошо. Так что, вы подумайте. Мне давить не хочется, так ситуация сложилась. Подумайте. Верочка, ну где же ты ходишь? О, новинка, совсем крышу снесла. Что ты виду нашим мужем? Это в дом. О, новинка! Будем говорить о том, что ты ходишь за счет. Как? Что ты ходишь за счет? Как? 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 Продолжение следует...